всем привет меня зовут наташа добро пожаловать на мой канал и это видео хочу начать приятно для нас новостей мы с мужем получили внж сербии правда это произошло еще в конце мая но я не снимала такие разговорные видео поэтому рассказываю об этом только сейчас приехали мы в сербию в конце февраля и подали документы на внж мы в марте почти через месяц нашего пребывания здесь мы успели это сделать до того момента как нужно было уезжать на виза ран хотя мы были записаны уже но нам сказали что так как вы подали документы на внж то вам выезжать из страны не нужно ждали ответа мы чуть больше двух месяцев в день получения внж мы поехали в миграционное отделение отдали наши паспорта и ждали в очереди где-то два часа и в итоге внж нам дали на год и это все новости на сегодня далее влог из белграда всем привет жара плюс 36 показывал на улице градусов и у нас сегодня shopping day так что покажу вам торговый центр галерея и какие там есть магазины и в магазинах ассортимент мы приехали в район белград на воде здесь как раз находится торговый центр галерея это я снимаю новые правила оплаты проезда мы теперь оплачиваем проезд sms к обычно покупаем билет на весь день нам так удобно потому что если мы куда-то выезжаем то получается на весь день а рядом в нашем районе где мы живем сейчас купить проездной нельзя но лично мне очень удобно кладешь на телефон деньги заходишь в автобус из телефона оплачиваешь и так мы уже в торговом центре здесь очень много магазинов также есть кафе и рестораны в один мы попозже зайдем а я первым делом зашла в и чем дем я люблю этот магазин и в этот раз большую часть одежды я купила именно здесь у меня была цель купить летние вещи в сербии лето очень жарко и а я с собой взяла не очень много летних вещей кстати обзор покупок будет в этом видео а Продолжение следует... Это я в магазине Страдивариус. Нашла там интересный топ. Кстати, в Страдивариусе мне понравился ассортимент. Обычно я обходила стороной этот магазин, но в этот раз зашла и не пожалела. После прогулки по магазинам мы решили заглянуть в местный ресторан. Радует то, что здесь у многих есть веранды прямо на набережной. Прежде чем пойти в какой-то ресторан или кафе, мы смотрим отзывы в TripAdvisor. И сегодня нам приглянулся ресторан Primavera. Мы пришли в ресторан Primavera. Он находится в самом торговом центре. Кстати, в этом ресторане вам могут принести обычное меню, но также можно посмотреть меню с телефона, просканировав QR-код, и там откроется меню с фотографиями блюд. Здесь нам принесли уже наше блюдо. Мы заказали тартар из говядины. Очень интересная подача у него. Я себе взяла обычный салат из рукколы. Только когда принесли, я увидела, что у меня одна зелень и немного помидорок. Также взяли пасту у мужа с томатами и креветками, а я заказала свою любимую пасту карбонара. Ну и без десерта тоже не обошлось. Если будете в этом ресторане, обязательно попробуйте. Очень вкусно! Я уже пришла из магазина и решила не делать отдельное видео о покупках, а решила сделать обзор в этом видео. Так что сейчас покажу, что купила. Итак, покупки из магазина H&M. Я купила вот такое летнее платье. Оно мне показалось очень интересным, особенно узоры внизу. Купила две футболки. Первая такая укороченная, вторая длинная, легкие штаны на лето. Можно в них ходить на пляж, но я собираюсь ходить в городе. Мне очень понравилась расцветка, и в принципе они такие легкие. И они тоже укороченные. И также я купила леггинсы. Вот эти купила поддевать под платье. У меня есть короткое платье, и оно, когда дует ветер, сильно поднимается. И вот буду поддевать вот такие вот легкие леггинсы. Они тоненькие, так что, мне кажется, в них жарко совершенно не будет. И все-таки под это платье я тоже буду поддевать, потому что, мне кажется, оно все-таки немножко, но просвечивает нижнее белье. Также купила вот такие леггинсы. Они плотные, тянутся, и в них можно как спортом заниматься, так и ходить по городу. Здесь есть кармашек. Следующие покупки из магазина Stradivarius я купила вот такой топ. Мне он показался очень интересный, и сзади он тянется немного. И я собираюсь их носить вот с этими брюками. И также можно под какую-нибудь юбку или шорты, или вообще джинсы одевать. В общем, он, мне кажется, такой универсальный. И, кстати, прошу заметить, опять бежевые оттенки. Также купила рубашку. Ее можно одевать сверху топа, футболок, маек, сочетать с различными образами. И купила обычную футболку, но она тоже укороченная, и она такой материал тянущийся. И самое главное, я купила, наконец-то, кроссовки, которые очень давно хотела в магазине Puma. Я очень давно хотела такого типа кроссовки, но они мне не подходили, потому что, ну как мне кажется, у большинства носик округлый. А мне нужно, чтобы он был вытянутый. Вот в Puma я, наконец-то, нашла такие кроссовки с вытянутым носиком, носом. И они, кстати, очень удобные. У них очень мягкая подошва. Прям ходишь и как будто бы подпрыгиваешь. И мне очень давно хотелось светлые кроссовки, чтобы носить не только с брюками или шортами, но также надевать вместе с платьями, юбками. Так что, в общем-то, вот такой уловчик произошел. И на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео и провели со мной этот день. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео из Сербии. Увидимся очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok